Своим имя Отца и Сына и Святаго Духа. Четвертая книга Царс, 12 глава, с 1 по 15 стих, полностью всю главу. И упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисеев говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисеев же был человек кричащий всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Арону и Мариаме. «Выйдите вы трое к Скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа Скинии, и позвал Арону и Мариам. И вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему. «Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не боялись упрекать раба моего, Моисея!» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от Скинии, и вот Мариам покрылась с проказой, как снегом. Арон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Арон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из четыреха матери своей, истлела уже половина тела. И возобил Моисея Господа, говоря, «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне Стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне Стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Я обращаю внимание только на слово «внезапное». Никто этого не ожидал. Моисея родной брат, Мариам родная сестра. И почему он себе, Моисей, позволил это? Разговаривание с ним или нет? Библия молчает. Но только они его упрекнули, и, видимо, упрекнули при народах. Как правильно, если нужно унизить, то где-то на площади сказать. А дальше разборку делает Господь. Вы про Бога знаете, как Господь является? А с Ним я говорю, как с человеком. И главное, облако стоит, столб. Здесь уже никак нельзя было сказать, что это привидение какое-то. Моисей молится, и Господь принимает молитву. Но если бы отец плюнул ей в лицо, ничего не делал, только плюнул. Сколько дней она должна быть под присмотром? Я сегодня хотел остановиться на этой теме. Слово Божие написано для всех. Вот Израилю было сказано, трижды в год все мужское население должно явиться в Храм Божий. Храм один. Иерусалим. Да, это не Советский Союз от Камчатки до Кёнигсберга. Нет. Но, однако, они транспорта такого не имели. Самое большое это осел, а уж лошадь там может у какого-то господина. И они должны были явиться. А если не явился? Вот понимаете, столько вопросов. Человек согрешил. Он уже не прикасается к святыне. Женщины часто спрашивают. Это у меня вот женское, знаете, такое, это, месячное. Можно ли в храм ходить? Определенно не указано. Оно написано, к святыне не прикасаться. Пришло в уголок, ставьте, чтобы тебя никто не видел. Можешь прийти, можешь не прийти. Но к святыне, к кресту, к Евангелию нигде не прикасаться. Ни к просторам, нигде. Это определенно и четко. И вот когда мы смотрим это, то видим, что человек этого не понимает. Я уже сколько раз было, кончается вечером богослужения, я иду, кто не был. Я спрашиваю об одном братьеву, батюшке, он говорит, а мы не знаем, он здесь или нет. Его нет, его просто нет. А он выходит, Евангелие читает. Какое вы имеете право давать ему считать? На нем ведь и не отключение уже может быть. Это Слово Божие говорит. У нас в притворе, там это все написано. Если пропустил речь на это воскресное, то нет. Но суббота связана с воскресением. Считается воскресное Евангелие. Чем занимались? Чем-то лучше? А воскресение? Хотя в архиелеех был, правило, канон. Он обязан быть в храме. А два или три раза в небо отлучается. Все, соглашенными будет. Вы совсем не смотрите за порядком. Почему не страдаете об этом? А Слово Божие определенное, говорит, Господь спросит. Ты видел и не взял? О чем считаем из Экилия 3.18? Если ты его обличил, то кровь его я с него взыщу. А если ты ему не сказал, я кровь его с тебя взыщу. Как важно сказать. И ни один, ни два раза. Вот приезжают люди из города у нас здесь. Нету? В субботу? Под разными предлогами где-то. Кто больной? Да что больной? Умрет за это время. Больные прикрыли. Все будете лежать вместе. У Бога все коротко и близко. Вот оно сейчас сказало. Сразу проказа покрыло. А к прокажанам нельзя прикасаться. Да Моисей выпросил только 7 дней. И весь стан 3 или 5 миллионов. Это пол Москвы. Стояли на месте. А почему? За дерзость. Но они совершенно не понимают, о чем говорят, куда идут, кто. Есть личности, которые вошли в историю. И вошли в историю не за добро. Вот когда Господь говорил Израилю, они пришли и сказали Самуилу, нам бы царя, как у всех. Собираются люди, царь, президент, а у нас какие-то работы. Господь им сказал, я с вами говорю через них. А не слово. Господь говорит, изберу. И что людям нравится, когда человек выглядит как. Когда однажды приехали к архиерею, говорят, нам бы батюшку, а какого? Ну, конечно, не маленького, чтобы большой был, как-то приличнее смотрится. А еще что? Ну и вид у него что был такой? Ну и богатенький был. Батюшке-то такого нету, конечно. А он вытащил, икону показал. Да какая-то икона. Так вы иконной липе сказали, а таких у меня не бывало никогда. Кого вы ищете? Вы найдите такого, который послушен Богу. Который Богу служит. А то слово внезапно, а что такое внезапно? Мгновенно. Как? Внезапно, неожиданно. Вот человек говорит, врасплох. И вот это мы считаем в молитве утром, каждый день, если, конечно, мы считаем. Там прямо говорится, внезапно Судья приедет, и какое горло деяние обнажаться. И Господу сразу, помилуй меня, Господи, помилуй меня. Это молитва последней. Святой Троица, помилуй, Святая Троица. Свят, свят, свят Господь Савоп. Вся земля полна славы Его. Это утренняя молитва ходит. Внезапно Судья придет, и деяние кое-гожно обнажаться. Как это будет внезапно? Это самое страшное, оказаться не со Христом. Да я думал, думать тут уже все обдумано, надо делать. А делать как? Молиться, Богу доверяться. Какой у тебя талант нет, ты его развивай все время. Покажи ревность по Богу. Вот я говорил, я знаю, что ни о день не скажете, еще даже ныжи нету. А вы маленько проверяйте. Ты рядовой. Если ты рядовой, там стоишь. С тебя спроса нет, в субботу тебе не было. Сказать надо, а больше так не надо. Но если человек касается и ущи другого, отрезано. А то уже вопреки Слово Божие. Как он может учить, когда сам примером не является? Взявший в руки Евангелие, он должен же каждый день смотреть туда. И вот Господь избирает, какого хотели они. И избрал такого на одну голову выше всех. У нас были нынешние такие. Ему сказали, а пошел-то ослов искать. Потерялись. А в это время там красота. Сказали, идите, найдите его. Он под телегу залез и сидит там. Богатырь-то этот. Ну, Господь открылся ему Иуде. Он говорит, там, в обозе. Привели народ так, какого царя нам дал. Вот выпросили мы, а священник, пророк Самуил еще против был. Как против, когда без народа бредит, он всем нравится. Но мы бы знали, в какое чудовище он превратится. Что он будет делать? Он обратился однажды к народу. Кто возьмет такой-то город, штурмовать будет? Дочь отдам за него. И он нашелся такой, который сделал это. Столица будет. А обнаженный разум стал подозревать. Когда он однажды победил врагов. И говорили, Саул победил тысячу, а Давид десятки тысяч. Ему на сердце легло ему десятки. Ему только царства не хватает. То есть он стал ревновать уже. И ревновать не просто так, а убить. А сын Иоаннапан, Саула, которого Бог избрал ему, он уже превратился в диктатора. Это уже не человек, это звероядное животное, кровожадное. И он жене сказал, статую положи в окно и убежал. А он послал к ним, придите домой. Живого или мертвого принесите ко мне его. Когда зашли, он стал упрекать. Так он мне под пистолетом, как говорят. И он убежал. Он пошел искать его по всем дарам. Вы знаете эту историю? Я хочу остановиться на одном только моменте. Вот он везде идет с войском. Ищет зятя. Ищет убить. Совершенно невиновного. Иоаннапану сказал, он ищет убить тебя. И он бежал. И пришел в город с священником. И спросил. Есть ли у вас хлеб? И который хлеб священники дали ему? И меч Голиапа, который ему принадлежал. И он ушел. И когда пришел сюда Саул, то нашелся один человек, который знал все. Но я промолчал, говорит. Когда он был там еще. Давид, о Давиде говорил. Был чужой человек. Доек и думиянин. Это нарицательное имя сегодня во всей стране буквально. Потом, когда до дела дойдет, Давид говорит, я же смотрел на него. Я видел, кто он такой. Это самый последний негодяй. Кровь на мне. И когда спросили, что он на вас взял такой. Как вы могли помогать? Он говорит, а как не помогать? Это ваш зять. У него ордена какие. Вы ему сами прицепили. Он герой местный. Вы должны все умереть. Царь напрасно говорит. Кто? В воины опустили мечи. Священников сколько было там, священцев. Всех порезать. Жены всех зарезать. Дети есть. Всех зарезать. Скотину зарезать. Никто не свернулся. А Доик и Думеянин. Он не еврей. А я сделаю. И он всех зарезал. Один только убежал, успел. Это нельзя просто так считать. Это должно нам проникнуть здесь. В чужой. Почему? Он сразу сообщает. Телефон. И все. Здесь обыски все будут делать. Это Доик и Думеянин. И его больше истории нигде нет. Он исчезает. Он свое дело сделал. Город священников погиб. Читайте. Применяем на сегодняшнее. Слово Божие живы и действие. Настрее меча обувида остров. Не подобно ли молоту разбивающему скалу. Я хочу сегодня, чтобы Слово Божие разбило наше непонимание сердца. 17 мест сегодня мы прочитаем. Тем более времени у нас, батюшки, нет. Больше свободного здесь. Некоторые никогда не ходят на занятия. Вы многое-многое теряете. Это все внезапно кончится. Одним разом. Сегодня уже подготовка идет. Все религии, наверное, будут запрещены. В Израиле явился Мешаах. Мешаах – это Мессия. А это, знаем, антихрист будет. И вот здесь дальше читаем. Иисус набил. 10 глава, 9 по 14 стих. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Голгава. Господь привел их в смятение при виде израильтян. И они поразили их в Гаваоне сильным поражением. И преследовали их по дороге к возвышенности Вефо-Рона. И поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали, вот, израильтян, по скату горы Вефо-Ронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека. И они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Айолонской. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Мы вчера говорили о солнце. Вот этот самый момент. И как у Господа все вымерено. Вот в этой ночи выйдешь, сейчас мелькнет что-то, но это вот во стеба входит, там астероид какой-то, осколок. Он сгорает, не налетай до земли, там пыль одна. А здесь камни, которые, ну может быть, несколько метров в высоту, падали с горы и поражали людей. Никто не знает. А было еще когда-нибудь? Не было. Вот когда мы Богу доверяемся, у Бога там камней этих много. Если мы этого не понимаем, что я говорю. Вы знаете, у нас был епископ Итихий Курочкин. 13 лет епископом. А мы считали Евангелие уже по-русски. И он запретил. Запретил и наложил на нас эпитемию. Притом сделал так, что синодия была известна. Мы ничего не просим. У нас церковно-славянский язык. Но библейское мы считаем. Но если библейское поется, считаем по церковно-славянски. Поется по церковно-славянски. И он так. Заранее сказал. Меня отмечают, а батюшку запрещают. Чтобы три года вы снова не говорили про русский язык. На нашей стороне вся правда. Но мы сразу же сказали благословенный епископ. Он испытывает нас. И мы три года молчали. Но 23 марта сразу стали считать. Ничего мы не стали. Батюшка, когда приехал туда. Смотрит, а архиелий один там что-то поет. Освященник, он в скамейте сидит. Он устащил и сидит. Да что он придумал-то? По-русски переводит. Он не только стал переводить. И в печати написал. Как братья Лапкина сумели переубедить, когда он против, а теперь сам переводит. А послушание. И больше он никогда не говорил. И вот этот, который у нас без батюшки как составлен, это Виктор Николаевич составил. Я ему предложил на рассмотрение. Посмотрел. И что? Все есть. То есть, я посчитал это за благословение. То, что без батюшки, как вам в порядке идете. Он как раз в сенеру у батюшки был. Милостью Божией он нас терпел. И нам благословенно было при нем. И мы остались живы. Итак, книга Иова, 24 глава, с 20 по 24 стих. Пусть будет его отроба матери. Пусть лакомится им червь. Пусть не остается о нем память. Как дерево пусть сломится беззаконник, который обнетает бездетную, не рождавшую, и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своей силой. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности. И он на то опирается. И отчего видит пути их. Поднялись высоко, и вот нет их. Падают и умирают, как и все. И как верхушки колосев срезаются. Показано. Для памяти скажу. Дома прочитайте Исаия, 5 глава, 8 стих. И Михея, 2 глава, 1 стих. Исаия, 5, 8. Даже можно не открыть. Можете открыть, закладки нет пока. Это про наше положение здесь говорится. Прямо, как будто бы кто-то строчку написал. 5, 8. Вот посмотрите. Вот когда ты читаешь один раз. Ну, вроде бы, прочитал. Я всегда считал. А тут стал считать в другом, так сказать, все. В потерянестом. И оставлю его запустение. Не будут ни обрезывать, ни скапывать его. И зарастет он, 5, 8. Горе вам, прибавляющий дом к дому. Присоединяющий поле к полю, так, что другим не остается места. Как будто вы одни поселены на земле. Видите как. Никогда не было, как нынче. Прямо по полости. И Михея можешь открыть. 2 глава, 1, 2 стих. Вот этим, когда занимаешься, то Господь открывает сразу, мгновенно, страница новая перелеснулась. Я сколько считал, как будто не считал раньше. А почему? Потому что оно коснулось конкретно. Михея тоже. Можно сказать. Книга Ева, попутно скажу. Это одна из самых древних книг Библии. Она, может быть, на одном уровне идет с бытием. Никто не знает автора ее, и никто не знает время написания. Для себя просто имейте, когда спросят. Ответа нет. Ну ладно, тогда. Псалом. 63. Посмотрим. Слово «внезапно» в Библии встречается 52 раза. 52 раза нас Господь предупреждает. Не ожидал. Да, есть такое, показывает Олег Басилашвили, роль какую исполняет. Да, смерть действительно так. Но дело в том, что внезапно. Вот в этом вся суть. А мы вроде готовимся внезапно. Как Златон говорит, многие легли спать, и многие не встали. Мы этого не знаем. Вот которого говорил, я попросил в милицию, которого в правительстве, президент, там где-то нашли они его. Белоусов Андрей Ремович. Уже 4 раза пытались отравить его. Депутаты из разных политических партий вчера сказали, все обнаружены и все пристанут на суде. Потому что он обнаружил столько разворованного государства, и все это от пенсии, почему так мало получают. Самая богатая в мире страна. И нефть, и золото, и всего только нет. И пенсия, которая даже не считается за пенсию в Японии или где-то. Вот когда говорят о Финляндии, там они получают примерно в 8 раз больше нашего. Почему? Оказывается, Варьев. Он в первой же дне обнаружил 11 триллионов похищенных. И который был... Шойгул, главный министр. Сейчас заместители все по одному, все миллиардеры. А дети за границей. И один человек распечатал это все. Но не один. Они всегда, когда ролик за роликом, просят, дайте свое мнение. Ну, я каждый день сижу, и где они выступают, везде мнение дают. Наши. Говорят, кто мы такие. И мы молимся о нем и днем, и ночью. Чтоб Господь его сохранил. Звать Андрей. И никто этого не мог сделать. И главный не министр. Министром обороны поставили. И один раз показали, а он с погонами. И он, кто ему от бога-то открывает, или такие уже у него данные везде. Прямо открывают вот эти люди, а они плохие. И на его стороне главный прокурор. И говорит, Государственная дума. А тот говорит, прокурор-то главный. Не дума, а дура. Все ушло. Страну разворовали, мы все молчали. Дело вплоть до самой верхушки касается. Знать, о чем молиться. Чтобы Господь сохранил этого Андрея. Андрея означает по-еврейски храбрый, переводя на русский язык. Итак, Псалом 63, 5-8 стих. Чтобы в тайне стрелять в непорочного, они внезапно стреляют в него и не боятся. Но поразит их Господь стрелою, внезапно будут они уязвлены. Все. А они еще звонок дал, все. До их и думе ядят. И все погибли. Он внезапно делает, внезапно. И как правило, это отражается на детях. А что делать? Прости, Господи, помилуй. В судный день не помяни безумие. Только молитесь об этом. Почему? Потому что все, что здесь делается, выбора никакого нет. Я такой, значит, на мне все это исполнится. Все будет предано забвению, как будто нас никогда и не было. А что самое ценное? Ну, если сказать человеку, он даже не поверит. Вот вы поете, блаженный ищет духом. Ну, какие награды? Только одна велика награда, последняя, когда тебя поносят, когда злословят, как пророков. Имя велика ваша награда на небесах. Если тебя никто не трогает за Слово Божие, нигде не досаждает, ты подумай, как так? Умеешь со всеми подладиться, на суде Божьем будет спрошено. Вот сегодня я подумал, я скажу, батюшке нет, говорите. Надо давно было сказать. Я и батюшке многое говорю. Батюшка где-то связан с чем-то, он не может. Написано, если считаем, 30 глава, 7 стих, там в притчах везде, у Исаии написано, не прибавляй к Соламбулу. Не прибавляй. Дабы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. Слова Божьи. Вот тебе надо это, возьми пропой, а потом добавляй. У нас в двух местах непрерывно добавляется. Вот мы сидим с батюшкой, думаем, у него, я говорю, батюшка, ты не можешь слова-то эти вытащить. А какие? Ну, отчина считает, он считает. Ибо твое есть царство, и сила, и слава веке. Аминь. А ты считаешь, ибо твое есть царство, отца и сына, и святаго Духа. Где ты взял отца и сына, и святаго Духа? То есть, два раза у Луки, считаем, и у Матфея, нигде этого нет. А почему? От Алия. Оттуда идет. Чтобы напугать ее везде. Ты отдельно скажи, сто раз скажи. И вот так, велища душа моя, Господа, начинай. С честнейшей хюрви. С честнейшей хюрви можно сорок раз отдельно. Но песни зачем туда толкнули? Два места, о которых я оскорблю, я говорил об этом, говорил архиерею. Мы отвечать будем. Чтобы Бог не обречил тебя, обречил. Господь сказал, что там написано? Нет. И ты не оказался лжецом, а учишь лжецов по Зеревогинам. Мы внезапно увидим, какие мы были. Это сегодня мы такие. Но на суде Божем все по-другому будет выглядеть. Кому-нибудь что-то ставили, он окажется в высоте. Его поразили там, кто знает, там фильмы некомедийского. Но это единственный, у которого такая община была, 32 тысячи. Всех давно возвел на небо. А как? Сжигали. Живем, и никто не вышел. Принча Соломона, 3,25. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Когда ты идешь в штат, тебя... Сейчас вот изменится все. Я всем говорю, приобретайте Евангелие. Где-то сохраните. Электричество сегодня отключили, ничего нет. У нас записано, голос в моем Библии начитано. Но это все до времени. Где-то в разных местах. Когда я беседовал много с сектантами, и главное, как взял это? Пресвитер, так называемый Баптистов, дал мне журнал «Ревнитель». Он большого формата, как огонек. Подшивка. 1400 страниц. Я его на 5 раз, наверное, законспектировал. И в разные города спрятал у знакомых. Думаю, меня арестуют, а это исчезнет. Как беседовать? Почему у нас иконы? Почему? Ну, все остальное где-то. И Господь сохранил. В одном месте нету, в другом будет. Где-то что-то... Найди такой уголок себе. Иванки-то заложи туда, чтобы оно не испортилось. Чтоб посчитал, да спрятал. Дальше. Притча 6.15. Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления. Кто бы думал, что Советский Союз в руках не надо говорить? Ну, сказал бы только. Но какую силу имеет Слово Божие? У меня стихотворение написано, там, Павел Рим, полет КПСС. В аккордах, радуги, иуде на колено. Христос воскрес, воистину воскрес. И замначальника, подполковник, в тюрьме меня вызвал. Это ваше письмо? Я говорю, да. А так, вы КПСС, КПСС, говорите, поет? Да мы вас знаем здесь. Я говорю, Библия так написано. Он внезапно. Библия? Ну, наверное, так и будет. Откуда у него я никак не ожидал? Подполковник, военный, почему? Силу какую имеет. Я говорю, мы у костра тут сидели, где у нас тут большая палатка, там, теннис играют. Ну, и вы знаете, Игонин. Тогда он был ветеринар. С сыном приехал, мы сидели вместе. Он говорит, вы приезжайте, а земля-то вам уже не принадлежит потерять. Это еще не было. Я говорю, Господня земля, что наполняет ее. Как? Я говорю, Господня земля, что наполняет. Он угольки пошевелил. Ну, ладно, я поехал домой. Как будто бы все доводы его, что мы вроде какой-то... Ну, мне три гитары тогда все слова сделали. Были. Дальше. 29-1 тоже притча. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает свою выяву, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Страшные слова. Сокрушится и внезапно. Я говорю, а у вас есть вот... Враги такие. Враги-то есть, но они враги для себя, не для меня. Потому что я каждую ночь молюсь, выхожу в деревню и молюсь. Каждую ночь. Где-то в первом, в втором, в втором. Вот так вот. Почему я так вижу из спутников? И как говорит Золотовский рочек, помолюсь о врагах. Как бы они внезапно не ушли. Я за всех, за всех молюсь. Как Бог примет. А что Бог слышит и отвечает, это доказательство того, что каждый день новые и новые души приходят. Мы это добились чего, что стали священники, моченых, крестить. И почему они еще меньше? А потому что в других местах у Вячеслава 10 человек крестились. Вот так. В одном месте было, у нас только здесь. А на конку доедут, воин Астинецкий говорил, вот это мочение, что в церкви, да еще за деньги. Это симония настоящая. Нет. Батюшка наш в историю войдет, потому что от него это идет всегда крещение. Дальше. Исайя 29.5. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающийся плеват. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Я слово внезапно брал показать. Не надо думать, что вот столько-то там врагов, которые сейчас поднимают. Вот только в настоящее время с этой операцией военной-то против России примерно 50 стран. Нам вот нужно где-то книги. Люди помогают, присылают деньги, а им и книги должны. А книги нельзя. А граница не проходит. Поэтому мы находим страну, которая с ними в нейтральном положении. Вот к нам из Ливана, когда летели, напрямую нету. А с Египтом. А Египет туда не входит. А теперь через Египет они прилетели. А здесь мы через кого-то, кто имеет командировки, у него разрешение в ту страну, во Францию, в Германию, в Италию, в Испанию. И через него книги, как-то он приезжает, а потом какая-то работа у него такая. Об этом тоже молились. Все-таки книгу, последний семитомник начали делать. Бумагу. Больше месяца ждали с Китая. Книги наши, которые мы закончили уже, и будет трехтомник. Каждый дом 1320 страниц. Это огромный-огромный труд. Да. Исаия, 30 глава, 13 стих. То беззаконие, это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. Ведь все об этом говорили. Не надумывая, что когда-то. Пьяный-то был тот, который разрушил Советский Союз. Самое интересное, у него утром встал, посмотрел, а флаг-то новый. И он висит красный вверху, а белый внизу. Ему говорят, флаг, он говорит, это все пьяные, все равно никто еще не понял. Перевешивайте флаг этот. А красный, это все рождается в крови. Синяя, думайте о ней. Белый, великий белый престол. И сидящий на нем. Откровение 20 глава, 11 стих. Это единственный флаг в мире. Ну, допустим, на 118 статус. Это флаг проповедь. 47.11. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты не думаешь. Ты не думал. А ты думай об этом. Вот батюшка на операции, чтобы благополучно было. Мы помним об этом. Ну, я услышал в последнее время, он тут сделал какие-то завещания об этом, обо всем. Я неоднократно говорил ему. Поэтому, да благословит Господь его, да возвратит здраво. Ну, будет он или не будет. Но если его не будет, мы уже все это подготавливаем. Вот у нас приезжали женщины, которые Господь избрал этих людей. Один из них, он в прошлом году, два курса прошел, стиминальный, на четвертый курс, его рукоположный будет. И если Господу угодно, это не чужой человек для нас. Вы знаете, звать его Вячеслава. Человек работает на очень ответственной работе, в аэропорту. И вот из-за бороды начальника пристали, попутно сказать, из КГБ, стройник, так, бороду убрать. Вот он того убрать, а он не вакцинирован. А к вечеру то и другое оказалось разрешенное. А сейчас он один главный у него помощник. Новый терминал строит, это огромная работа, и теперь все документы я как-то все там исправляю. И с начальником, который с КГБ так прислали, хорошее отношение. А так бы махнул рукой, куда уходить. Все стали молиться, говорит, никуда не двигайся. Мы все молимся, и Господь как-то это устроит. Так, Иеремия 6, 26. Дочь народа моего, опояжь себя вредищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы о смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас убитель. Надо приближать к себе внезапно, они приедут, все, транспорт, земли, это все в один момент, отчеркнутые, как будто никогда не было. Поэтому пользуйся благодарением Богу. У меня нет ни одного, о котором бы ночью не было молитвы. Никак. Она одна живет каждый день, поминая каждую ночь. Почему? Это радостно осознавать, что мы не одинокие. Вот почему в первом послании Иоанна 1, 7 написано. Если ходим во свете, как Он во свете, имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот тогда кровь Христа. Не просто так, я думаю, буду сидеть, закроюсь, никто не знает. Это неуважение братьям к родным, близким. А если куда-то выехал, обязан там пойти в храм. Тут уже канон. Речь идет о воскресенье. А вот ты рядом, но в субботу не прийти. Вот через дорогу я перехожу сколько раз. Мне уже неудобно туда идти. Убеждаю, говорю, люди это все хорошие. Сказал бы, ну не ходи да не ходи. Никак не могу это подумать даже. Я никогда не забуду, когда сестра Серафима Гавриловна была. Я гляжу, богослужение. Что-то в среде недели было. Пришел она на городе. Сестра почему нет? Как она взахалась, как руками. Да что же такое? Вот она ревновала об этом. Она оставила нам пример. Аввакуум 2.2. Вот даже аввакуум или аввакуум. Устарабляться так, но обратиться по-другому. Водорение в другом месте. А какое? Ну как примык, так и говори. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, и на черта ясно на скрижале, чтобы читающий легко мог прочитать. И все. Если не прочитают, значит, полное неведение. И в Новом Завете прочитаем Марка 13.36. Слово внезапно. Вот внезапно. Вы понимаете, раньше как собирали сено, которые сегодня она как-то собирает, а раньше такие грабли сзади висят и тащат лошадь, потом дернула, скинула. И батюшка-то ехал, и тут заяц что ли выскочил-то. И он упал прямо под этим. Ну а конь-то и попер. И как он, я говорю, выскочил из-под это, когда захватил этими граблями-то, не знаю. Это Господь, ангел, видимо, подкинул вот так на кочке или где-то, подкинул ее, а я остался лежать, а конь упелся. Поэтому вы работайте с техникой, будьте очень аккуратны. У нас тут был один, недалеко от нас, где-то матерский дом кто-то. И его захватило, так он не растерялся, уперся с тем, вот ему вот так вырвало и все. Но остался живой Лео, Лер. Поэтому глядите, где у вас-то шестеренки находят. А когда работают, останови лучше. Да еще приди другого, чтобы не подходил. Лука, 9.39. Лего схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и дерзает его, так что он испускает пену. И на силу отступает от него, измочив его. Ну, внезапно бесновится. У нас есть люди, которые приходят на наши ресурсы, бесноватые. И они не имеют права выступать, но только могут говорить. Братья и сестры, помритесь обо мне, я не жив злым духом. Одного звать Рустик, он азербайджанец. А это Ирина. Она развоенная листья. Я до этого как-то не встречала. То есть она забывает, что это говорит через нее кто-то. И еще Луки, 21.34. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не утягчались объединениями, пьянством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Вот как. Близкий мой знакомый, родственник. Я говорю, а что ж ты выпивший? У меня кровь сгущается, я ее разжиживаю. Умер, как будто никогда не было. Уже лет 10, наверное, нет. Деяние 9.3. Внезапно, я это слово подчеркиваю. Когда же он шел и приближался к Гамаску, внезапно сиял его свет с неба. Ну, так себе. Скажи, когда меня свет этот осиял? Вот я называю свою цифру 27 сентября 1962 году, 17.00, где это было? Да, это бывает сейчас заброшен в здоровье. 100% здоровье, это на корабле. Это не на тракторе работать. Все есть. И деньги есть, и знания. А в душе полная пустота. И в это время вот этот свет меня осиял. Дали Евангелие в руки. Я хвалюсь моим Господом. А что бы в жизни хотели переинащить? Разные позоры сегодня спрашивать. Что скажешь? Богу встретишься? Ничего не скажешь. Там будешь молчать. Но Господь, если нас любит, Он сегодня нас прощает и старого не вспоминает. Деяние 2.3. Начали. 1 Фессоникисом 5.3. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родом постигает имеющего чревие и неизбегнут. Там говорится проказы, как наполовину сотлевшие ребенок по чреве и матери. И здесь мир и безопасность. Сегодня желание мира есть, а безопасности никакой нет. А тут понятно почему. Вот когда спрашивают, а вы знаете, как события будут? Я знаю, как события дальше. Первое отменяется денежная система. Это глобальные такие были. Дальше. Земли убрать желают третью часть. Это сегодня даже не скрывают. Прямо перенаселение Земли. А сколько это? 2,7 миллиарда. Миллиарда. А за Вторую мировую войну только где-то около 75 миллионов погибло во всем мире. А они сделают очень легко. Даже сегодня не надо говорить. Не делают этого ни на работу, ни в транспорт сесть. Нигде нет. А которые сделали, показывают, играют на футбольном поле. Одновременно три человека падают, молодые ребята сразу умерли. А почему? Сделали то, что надо. И дальше все правители мира согласятся. Войны надо прекращать. А как? Вы в стране своей воюете? А с кем воевать? Мы одинаковые. И там нет. Одно государство, чтобы было. Границы исчезают. Один царь над всем миром. А мы знаем, о чем речь идет. Израиль уже об этом объявил. Церковь священника избрали. Сосуды, которые были в храме, достали. То есть все теперь подготовлено. Только осталось... А что они имеют? Вот на днях только было 48 часов. Израиль объявляет войну не кому-то, а Ирану. Иран, это второе или третье в мире государство, такая большая армия. Израиль никого не боится. Сразу подтянули корабли американские. Только на одном корабле 75 самолетов грузятся и сбрасывают. А нам какое отношение имеют? Это нас прямо касается. С нами никто разговаривать не будет. Но если это мы ждем, мы только промылили. Господи, мы знали, что это будет? Мы рабы твои, но ты открыл нам, как друзьям. Это будет. Если не угодно наша жизнь, я не удержусь. Прими нас сейчас. Имя Господня. Мы повторяем. И внезапно Он нам явился. А если не явился, упроси Его, чтобы была встреча. Богу нашему слава. Отцу Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Продолжение следует.